I have ways of blowing things off. С факелом, наверное, побегать. Уж не знаю, как это на нас повлияет. У, привет. Это запасной выход. Как оптимистично. Хорошо. Я тебя понял. Не знаю уж к чему он, но это запасной выход. Ладно, не будем так уж прям сжаться. Давайте с факелом побегаем. Мне нужно поскорее узнать заклинание света. Тут заклинание работает немножко по-другому. В первой части нужно было тыкать на заклинание. Например, вот так и вот так. А здесь нужно именно проводить. Видите, оно... Что-то получается, а что-то не получается. Что у нас тут? Грибочек. Я немножечко рассортировал инвентарь. Нашел, оказывается, у меня в ящике. Все это время провалялся пистолет. Ящик, который я не открыл. Я поставил сюда. У меня к нему есть целых 30 патронов. 21 урон, 6-17. Естественно, это лучше, чем камни. Но тратить на обычных мобов, честно говоря, немножко жалко. Потому что камни можно подойти и подобрать. А пули, по-моему, уже нет. Это было бы крайне нелогично, если бы это было возможно. Поэтому пистолет я положил. Будет он у нас на тот случай, если экстренно понадобится кого-то быстро мочить. Или просто закончится камня. Мне нужно будет ускорить процесс. В общем, для вот таких вот целей. Опа. Еще 10 пулек. Хорошо, хорошо. Пульки у нас подбираются автоматически и стакаются куда нужно. Я ему буду, наверное, все-таки качать. Все-таки или огнестрелы. Ну, что-то метательное или стрелятельное. Ему надо будет качать нашему крысу. Пойдем. Пока что. Здравствуйте. А ты кто... Очень похоже, знаете, на вот эту штуку. На самоцвет могущества. И такое ощущение, что он мне нужен. Да чтоб тебя. Да, по-моему, красный урон это то, чего они больше всего боятся. Я их чисто из-за экспы сейчас, что ли, разматываю? В чем проблема? Ну, наверное, все-таки да. Они мне так неплохо урона наносят, если что. Мне нужно наших героев потихонечку качать, улучшать, находить для них что-нибудь. Вот тут он явно есть. Так какой промах, блин, ребят, вам... Реально. С промахами пока что большая проблема. Не стоит, наверное, вот так вот давайте хр-хр. Не стоит вот так в уголочек заходить и засыпать, потому что запросто может кто-то прийти. Еще что я думаю, пока у нас враги, ну, относительно не очень сильные, то нужно качать именно те навыки, вот, например, как магу лучше бы прокачать... О, какие-то задворки. Энергию без повыш... Ну, то есть, заклинания магии повышают дэмэдж. Но, может быть, ему стоит сейчас прокачать именно энергию, в том смысле, чтобы он побыстрее отдыхал и побыстрее восстанавливался. Два промаха. Пожалуйста. Просто на ровном, блин, месте. Минотавр вообще нифига не попадает. Ему, если брать... Брать какие-то оружки, они должны быть без дебафа на ловкость. Ой, блин, еще и заперто. У меня нет второй отмычки. Отмычку я... Да, уже, собственно, слил. А замочек у нас тут, он не будет обозначаться открытый, неоткрытый. Просто запоминаем, что с обратной стороны у нас есть закрытый сундучок. Ищем отмычку. Или какие-то другие способы. Погодите, а не могу прокачать навык какой-нибудь? Магия воды, броня, уклонение, критические... Кстати, критические уроны. Точность. За каждую очку навык, которая точно повышается на 10, а на втором уровне навык ты можешь проводить атаки ближнего боя и заднего ряда. Кстати, может быть, точность мне еще качать. Посмотрим, как это все будет. Это... Это очень полезная вещь. Я не помню, какого уровня персонажи у нас были к концу прошлой игры. Первой, я имею в виду. И насколько это можно соотнести с этой игрой. То есть... Да, этот явно камушек, который нам нужен. Сколько уровней я могу себе позволить... Это на время? Ой, отмычка. Недалеко она валялась. Сколько уровней я могу себе позволить потратить? И на что я могу рассчитывать? Я пока что не знаю. Сейчас идет неплохо. И ты такой смотришь, максимальный уровень там то пятый, то еще какой-то. Слушайте, у меня уже два таких. Штаны явно с легкой брони, да, какой-то? Кожаный набедренник. Да, легкая броня. У меня она уже есть. Это тяжелая? Да, это тяжелая. Значит, рваные брюки. Идут, наверное, от скуки к магу. Камушек забрали, штаны забрали. А что, просто можно было прийти и забрать? А что, так можно было? Что это за камушки и зачем они мне нужны? Опять же, ребят, если кто-то знает, пожалуйста, в комменты прощу. Так, отмычка. Опа. Что у нас тут? У нас тут сапожки на вид неплохие. Туфли бальзамировщика. Живучесть. Живучесть это опять к тебе, да, другалек? А то у тебя будет сет бальзамировщика, я так понимаю. И... Ой! А это... Это посох или палочка? Ну-ка. Жезл громовержца. Расход энергии требует концентрацию. Расход энергии. Выдержите кнопку. Паралич. Особая атака. Это на заря... А, меточку. Заряды на особую атаку. А так он стреляет или бьет? Давай я тебе его на вторую руку пока что поставлю. Я не знаю, что это за жезл и как это все будет работать. Видите, у него своя собственная атака из 7-21. А этот просто усиливает магию. Ну, я не знаю. Ладно. Нашли и нашли. Хорошо. Любович, которую нашли, уже хорошо. Ф5. Вот, видите, у нас тут еще один проходец. Куда бы я сходил. Мне интересно, что там. Делаем вот так, вот так. Вот так, вот так. Мне бы там огненный шарик найти было бы тоже хорошо. Что за место? Какая-то другая часть карты. И какие-то механические звуки. У меня какое-то стойкое ощущение, что мне сюда пока что не надо. Хотел. Давайте посмотрим. Блин, запертый сундучок. Страшно, елки-палки. Можно я пойду? Можно я, пожалуйста, пойду отсюда? Что-то мне не понравился такой прием. Не-не-не-не-не. Я пока назад. Погодите. Так, у нас тут есть две вещи. Во-первых, храм. Нам туда обязательно нужно зайти. Во-вторых, подземелье, в котором нет пути назад. Оп-оп-оп-оп. Со-храняемся. Там было написано, кстати, там было вот такое лицо, и написано запасной выход. И чё? О-о-о. О-о-о. Завладей четырьмя самоцветами могущества, чтобы выплавить из них сущность стихии. Но не каждый камень лежит на поверхности. Некоторые скрыты глубоко под землей. Хорошо. Слышу, слышу тебя, путники тьмы. Будь осторожен в храмах стихий. Никогда они не были святыми местами, но сейчас переделаны под нужды хранителей острова. В храмах тысячи таятся ключи к твоему выживанию. Посети все храмы и выполни требования философских камней. Лишь тогда тебе может открыться путь отсюда. Коли этого ты более всего желаешь. Это место почитания природной стихии огня. Руна огня покровительствует силе, теплу и магни. Наибольшая концентрация силы огня отмечается на северо-западе. Ага. Северо... Фига себе, тут большая карта. Фига себе, тут большая... Она бесконечная, что ли? Река Забвение. Лес Древоногов. Вот сюда вот нам еще нужно пройти. И больше я вроде как не вижу тут каких-то мест, куда мы могли бы сунуться. Ну, из явных таких. Два камушка мы забрали. Так, погоди, а тебе... Ну, вряд ли... Да. Раз он такой, руна огня, та-та-та-та. Думаю, может огонька тебе? Ага, сейчас. Это можно запереть изнутри. Но при этом было лицо с надписью «Запасной выход». Оно было где-то вот здесь. Хорошо, все, пойдемте тогда в подземелье шариться, там, где вот все это мудло ходило. Что-то давненько не было кристальчиков, если что. Хорошо, собери четыре камня. Самоцвет могущества. Сделать я себе ничего не могу. Самоцвет могущества. Так, тут это крыса-люди. Блин, я с факелом по улице ходил. Вот я дурак. Ну, ладно. Крыса-люди мне не очень нравятся. Оп, это я заберу, спасибо. Кнопочек никаких, никаких. Это мы разбиваем. Колбаса! Какая прелесть. Так, легкий шлем. Сюда вот мы заберем вот это. Вот это. Вот это. Это мы закроем. Шапочка, легкий шлем, легкая броня. Да, мы это закидываем. Стой, у тебя есть шапочка, да? Крестьянская шляпа. Защита 1, вес 0,2. Защита 1, вес 0,2. Головную накидываю. Закрывающий рот и нос. Они... А, от нападения... От попадения у них песка и пыли. Ну, у нас, кстати, все с шапочками уже ходят. Поэтому шапочка вроде как лишняя. Лишняя. Давайте мы ее... У нас начинают появляться лишние шмотки. Пока что все лишнее, естественно, я с собой буду таскать. Но... Так, это у нас... Свиток щит. А это щит ты только на себя делаешь, да? И то, кстати, хорошо. И то, кстати, хорошо. Потому что как раз мага у нас мочат больше всего. В этих щепках ничего нету, блин. По-моему, у меня факел начинает тухнуть, да? Я только понял. Хорошо. Ф5. Назад пути нет. Я наступлю на эту плиту и все, да? Ну, видимо, да. Ф5. Так, вот я опять же заберу. Так. А вот. Спасибо. Кнопочка тайная, как всегда, помогла. Но... Мне знаете, что интересно? Мне вот это вот интересно. Блин, тут можно ногу ушибить. Серьезно? Твоя скорость передвижения и переносимый вес понижены. Практически до максимума. Посмотрим, стоило ли оно того. Помни, иногда тайные вещи сокрыты прямо на виду. Это... Ты к чему сейчас? Тайные вещи сокрыты прямо на виду. Тайные вещи. Это я сейчас где оказался? Подвал древоногов. Надо бы, наверное, кстати, еще вернуться в ту первую пещерку и там попробовать провалиться. Это же явно тоже какие-то тайны. Это очень странное место, я бы сказал. Тайные вещи прямо на виду. Где? Это кристалл? Это кристалл. Это уже хорошо. То есть, погодите. Ладно. Я сходил... Ну, загрузился с того момента до пещеры. Потому что, ну, тут можно бесплатно кристальчики вылечиться, не потратив зельку. А там нам как раз дают зельку. И вот это вот тайные вещи скрыты прямо на виду. Я еще раз походил, посмотрел. Но я не вижу пока что там ничего. Возможно, это какая-то метафора. Или же нужно как-то буквально это все воспринимать. Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Очень все это пока что выглядит, ну, так, странно, что ли. Подземелька тут, кстати, большая. Четыре напасти. Ага. Так, значит, война. Я думаю, что оружие, да? Ну-ка. Оружие. Голод. Я думаю, что это еда. Холод. Одежда. Эпидемия. Лекарства. Ха-ха. Да. Это сработало. Секретик. Это у нас зелье воли. Это, наверное, тебе пойдет. Плащ. Палатка. Ты что делаешь? Сила минус 2. Уклоним плюс 5. Я думаю, это... Уклоним плюс 2. Я думаю, это тебе. А это тебе. С эликсиром мы сейчас еще разберемся. Факел я тоже прихвачу с собой. Ну и, собственно... Я уверен, что я там ничего не пропустил? Точно. Хорошо. Хорошая загадка. Приятная. Вот, видите, ну, типа, левый кусок оружия все-таки пригодился. Эльку я тоже заберу. 4 напасти. Прикольно. Пойдемте дальше. Это мы назад идем, а не дальше. Этот факел уже практически догорел. С ними я сейчас уже мало что увижу. Я думаю, его нужно... А вот сюда взять новый. Вот сюда взять новый. Мне очень нужно заклинание света. пульки. Пульки. Пульки, опять же, это хорошо. Что, тут никакого секретика нету? Вы издеваетесь? Это просто пульки? Не, я не спорю. Не, я не спорю. Пульки это хорошая вещь. Но, хотя я еще на самом деле ни разу не пользовался. Но я вполне допускаю, что это нужно. Может быть, это комната, в которой можно сбежать, запереться и вылечиться. Кстати, она с рычагом с двух сторон. Понял. Попробуем таким образом. Там какое-то говно. Оно убежало. Ой, что-то мне не понравился этот смешок. Вот вообще ни капельки. Я думал, оно ко мне сейчас побежит. А оно убежало. Так, гнездо. Спасибо. Там дверка, которую можно открыть. Тут. Что за место интересное такое? Сюда еще можно пройти. Блин. Высунулся на свою голову. Так как ты промазал-то? Какой промах? Ты о чем? Метательные ножики с них сыпятся. Я вот уже второй подобрал. А там что? Кнопочек в стенах нету? Интересно. Почему? Почему кнопочек в стенах нету? Я на них рассчитывал. Так. Философский камень. Ё-по-расоте. А тут гнездо. Или... А нет, там гнездо, да? Ну, давайте. Я рискну. Это не что-то, блин, что я бы, наверное, хотел увидеть. Очень странное место какое-то. То есть его как-то можно сдвинуть. Там за ним есть проход, да? Но он не реагирует... Он не реагирует... Не реагирует ни на что. Так. Не так. Погоди. У меня есть... Догоревший факел. Это как-то работает. Погодите. Хлеб я заберу. Кстати, никто не голоден. Вроде пока что нет. Чё ты их не стакаешь, чувак? Ну, они же вроде как... О, зелька. Она мне нужна. Так. Четыре клетки. Мачете? Убивает, что ли? 6.18. На силу. Лёгкое оружие. 6.18. 5.15. Да, лучше. Да, лучше. Хорошо. Ты у нас не перегружена? Нет. У нас жёлтым будет отмечаться, если перегружена. Вдруг... Вот, давай, дубинку мы тебе отдадим. Так. Хорошо. Наверное. Что мне с этим камнем-то делать? Так, это его... Так, это его... Ясно. То есть нажимаешь, он просто левитировать начинает в этот момент. Хорошо. А зачем мне сюда? Для этого же... А, для этого же должна быть какая-то причина, я же говорю. Ты сюда не подойдёшь, что ли? Ах ты, мелкая козявка. Как ты промазал. Все промахиваются, ну... Ну как так играть? Ножики. Секрет? Это секрет? Секрет? Так. Бронька, я перегружен. Броня 4, лёгкая броня. Броня 3. Так, наверное... Так, факелов тебе немножечко поотдаём. Тут нету кнопки? А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут ключики есть. Ну, в смысле отмычки. Это вообще волшебно. Как я их мог вообще сейчас пропустить, прикиньте? Что было бы тогда? А зачем это? Вот зачем это? Спасибо. Я вообще не ожидал, ну... Он не нужен, чтобы туда пройти. Ну-ну. Ну что ж, ребят, я прям как чувствовал. При сохранении меня сейчас выбило. Мы буквально потеряли 5 минуточек. Не 5 минуточек, 2 минуточки у нас было. Я вам сейчас покажу, что мы потеряли. Вот здесь вот эта кнопка. Я её нажал. И тут у нас появились вот такие вот ребятушки. Которые мне почему-то сразу не понравились. Вот. Мы их всех сейчас замочим. Я надеюсь. Если мы не будем мазать, конечно. Блин, по 51 прямо сжарит. Славно так. Давай ещё раз. Вот так, всё. Сходу. И тут у нас как раз вот этот вот секретик. Давайте я сразу всё сразу... Пораспределяю. Вот. У нас зелье воли, которое мы ещё подобрали там. Я её вкачаю магу. И зелье живучести я вкачаю воину. Теперь мы поспим. Это всё, что мы потеряли. Всё. Я просто сократил ещё минуту рассуждений, кому что вкачивать. Блин, маг голодает. На, тебе колбаски пожуёшь. Тебе сразу же полегчает. От колбаски всегда легчает. Я бы тебе ещё дал бы хлебушка, но, по-моему, у тебя рыло треснет, если ты колбаску с хлебушком будешь кушать. Дубль 2. Сохраняемся. Удачно. Короче, при сохранении огромнейший шанс вылета. У меня уже два раза это случалось. Первый раз было страшно, сейчас было не очень. Потому что вот всё, что мы пропустили, вот вы сейчас увидели. Сходим в портальчик. Я в какой-то заднице оказался. Мне кажется, так, пульки это твоё. На, держи. Это очень похоже на... На подвесные грузики для часов. Так, мы выяснили, как выглядят две кнопки. Одна более явная, круглая. Другая... Блин, вот это тоже, кстати, выглядит немножко как кнопка. Другая менее явная, такая квадратненькая. Мы оказались... В одно местечко там был рой, не рой, что-то такое. Мы там могли бы... Где-то что-то открылось в этот момент. Или закрылось уж. Ёлки! Моталки. Я пошёл. Тут крысы-пираты, если чё. Блин, он мне мага убьёт сейчас. Их тут очень много. Если я от этого отобьюсь... Где зелье чёртового мага? Какой нафиг кромок? Блин! Отвратительная ситуация, да? Я понял. Ладно, загружаемся. Что ж... Это сложно. Где зелье... Вот, зелье мага. Я его искал. Чтоб, собственно, магу-то его и передать. У тебя хилки нету? У тебя... Давай я одну хилку дам сюда. Давайте ещё скрафтим, наверное, парочку хилок. Ааа... Это прям... Ааа... Ага. Ага. Делаем. Ещё раз. Вот это и вот это. Делаем. Тут, по-моему, мы больше будем зависеть от хилок. А из них тупо, получается, синие хилки, да? Из этих. Ой, красиво. Значит, на тебе ещё парочку синих хилок. На тебе это, тебе это, тебе вот это. Вот так. У тебя два. У тебя... Погодите, я зелье ярости делал всё это время? Почему зелье ярости такое же красное? Ох ты ж... Ёбарасетэ. Просто из красного гриба получаем хилку? Да. Хилку получаем просто из красного гриба. Я только что перевёл кучу зелье. Зелье ярости. Это нужно вообще вот сюда. Вот у тебя ни одной хилки нету, да? Вот это я, конечно... Я просто промолчу. Так, ладно. Отмычку мы нашли. Можно будет... Упс. Сундучок у нас... Это вот этот сундук, который мы не могли открыть, или другой? Или вообще где? Ладно. К порталу мы сейчас ещё вернёмся. Погодите, ребят. Я хочу ещё пойти глянуть... Куда мне там надо было? Ох, вот сюда. Потому что в портале там сложно. Это я уже сейчас вижу. Там просто тупо сложно. Давайте сходим, глянем, что у нас, какие опции остались здесь. Я могу прийти сюда... И дёрнуть вот этот рычажочек. Ха-ха! Я увернулся от него. Тут вот этот чувак, который... Фехтует хорошо. Которых сложно убивать. Да какие промахи-то? Гаси, ты... И он просто убежал. Уступил место. До свидания. Я отдохну. У вас с той стороны рычага нету. Вам слабо. У нас проголодался наш минотавр. Он уже жрёт, как не в себя. Давай я тебе ещё вот этот грибочек скормлю. Отлично. Может под зелькой ярости это всё сделать. Ладно. Оп. Да что ты делаешь-то? Ай. Ребят, может мы мазать там не будем. Не знаю уж. Как-то... Офигеть. Эти крысюки прям проблема для нас. Он мажет. Он... Ну серьёзно. Может мы попадать будем. Метательные ножики надо, наверное, взять. Ладно. Давайте опилимся. Тут эти крысюки. И они тоже сложные. Чёрт. Ух. А это... О, молоточек. Что за молоточек? 6.18. 7.22. И нафига оно мне? Я в нём смысла особо-то не вижу. Ты мне ничего не сделаешь. Вон третий камень. Ясно. Вот тебя-то мне и нужно, если что, дружище. Это я никак не могу. Да-да-да-да. Ты там по рычи. Может тебе полегчает. От нас этот фиг товарищик куда-то делся. Не понравилось ему с нами общаться. Вот он. Нет, это у него. Это другой. Мне не нравится моё положение здесь. Знаете, ещё фишка огня в том, что он не промахивается. Потому что... Все мои остальные ребята сейчас практически бесполезны. Подождёшь. Да, мне нужно моего мечника, мечницу укреплять. Потому что она очень сильно сливается по... Так. Скушай. По хпшке. И брони не хватает. Ничего не хватает. У меня просто отвратительно. Ой, это какая-то новая трава. Чувак куда-то убежал. Интересно, они восстанавливаются, когда я сплю? Блин. Ну, то есть... Или это у них жизни столько. Или они тоже восстанавливаются. Чё происходит? Ты, например, там, не знаю, сдохнуть не хочешь? Офигеть. Я пошёл отсюда. Там ещё такое ходит. Я, видимо, нарвался просто на другого. Так. Маг голодает. И из-за этого, видите ли, он не может восстановить себе манну. Я просто мискликнул. Ну чё ты... Ай. Просто чёрт побери, мискликнул. Да, это я бил вот этого, видимо. А вон тот. Надо убирать прощу с камнями и надо ставить метательные ножи. Вот, кстати, их у меня уже достаточно много. О. Вот это интересная фишка. Куда он делся? Вот он. Наконец-то ты сдох. Хорошо. Да, они не восстанавливаются. Зелье мага. Прикинь, швыряется в меня. Они просто бессмертные. Вот серьёзно, в них столько урона вливается. Просто не по-человечески. Они выдерживают очень много. Причём меня мочат. Не знаю. Я здесь не по уровню или как, или чё? Так, дружище, сколько у тебя метательных ножей? Шесть. Ставь метательные ножи. Три одиннадцать. А упрощи урон. Три десять. Ну, тут, по крайней мере, у меня будет шесть выстрелов. Давайте так. Я назад вернулся. Хорошо, я понял. Факел уже почти что сдох. Давайте я его поменяю. Этот с собой положим. Да, крысюки, конечно, отбиты. Я не знаю даже кто из них. Так, вот. Это место с другой же стороны. Ага. С другой стороны. Вот, хорошо. Поспеши. Ой, блин. Давайте не поспеши. Я понял. Я вообще, кстати, не с той стороны оказался. Тут свои крысюки. Ой, блин. Они гавкают. Ёпарас, это сколько вас тут? Меня, по-моему, тут и глючит, да? Понятно. Загрузка, пожалуйста. Так, во-первых, надо отдохнуть, чтобы у меня маг восстановился. Во-вторых, я могу, наверное, вот так делать, да? Ну, то есть он может же держать два в руках. Ого. Ого. У нас есть портал, у нас есть сюда. У нас есть... Запертая комнатка. Ну, давайте пробовать. Как минимум, три камня я получил. Как теперь отсюда выйти? Тебя-то я, кстати, и не заметил. Плюющийся ты мой друг. А, эти пооткрывались, да? Двери, которые... Сдохни, тварь. То есть на меня повыпускали уродов. Ой, тут рыба. Рыбу я люблю. Рыба это хорошо. Кнопки? Нет? Не кнопки? Кстати, F5. Пронесло. Так. Так, 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 так. Три. У нас, между прочим. А нужно четыре вроде как, да? И теперь я так понимаю, что нам в портал. А это место... А, это место тоже открылось. Это была... Ой, колбаса, яйцо. Это была одна и та же собака, что ли, которая бегала? Или как-то работает? Там что-то хрюкает, конечно. Насчет поспеши был хороший совет. Только я не понял, в какую сторону спешить. А, ну я же говорил, их было две. Они просто выбежали. Давай скорей. Оп, оп, оп. Оп. Складываем ножики. Да, блин, ну, ребят, ну, вы мажете просто неплохо человечески. Нельзя так мазать. Тут что-то колбаса сыпется, что ли? А, это просто мясо. Мясо это хорошо. Так, этих выпустили, этих выпустили. Нормально. Можем поспать. Еды нам, в принципе, нападало неплохо с них. И теперь... Это вот заваленный коридор, да, который? Да. А кубик у нас был вот здесь. Все. Я понял. Бежим к кубику. Блин, а ты тут что делаешь? Я же видел, два из пятки-то выполз. Ну, типа... Я понимаю, что ты вполне мог откуда-то выползти. Вот они и мощные все. То ли я дрыщ, то ли вот реально чуваки очень сильные. А, вот отсюда ты выполз. Все, я понял. Все вот эти клетки, которые были закрыты с этими тварюками, оно все пооткрывалось. Причем в тех двух был хотя бы лут. В этой вот я почему-то проверяю на секретике, потому что здесь даже лута нету. Они мне вообще ничего тут не оставили. Нелюди какие-то. Как будет, что с них взять-то? Все. Это место у нас... Закрыто вроде как. Это подземелье. Нам нужно бы... Кстати, туда нам, наверное, нужно было бы упасть. Хотя оно больше как ловушка, что ли. Не знаю. Не знаю. Пойдемте. Нас ждет портал. Где он там бывал? А, вот тут. Так, ребятушки. Предлагаю... Предлагаю сохраниться. И в это адище мы с вами пойдем уже в следующей серии. Посмотрим, как оно все будет. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok